Расскажу, хочу поделиться некоторыми соображениями относительно того, что говорили коллеги, относительно того, что в принципе происходит в секторе и в корпоративном секторе, в той его части, которая занимается социальными инвестициями и в некоммерческом секторе, который является пользователем, получателем поддержки от программ КСО. Очень коротко представлюсь. Я работаю в компании IBM. Компания более чем столетней истории, которая на сегодняшний день является лидером в том, что называется искусственный интеллект, но искусственный интеллект для промышленных предприятий. Мы номер один в этой сфере. Мы номер один в сфере, касающейся улучшных технологий. 47 компаний из 50, которые есть в списке корченов, пользуются нашими улучшными технологиями. То же самое можно сказать про информационную безопасность и блокчейн. Я к чему это все говорю? Я говорю потому, что когда коллеги рассказывают о том, какие у них есть программы, я в какой-то момент начинаю завидовать, потому что они работают в бизнес-клайн, в B2C. Мы работаем с промышленными предприятиями, да, с гигантами, с такими как Сбербанк, Северсталь, Морникель и так далее. И здесь мне очень тяжело оперировать и говорить, как мы выходим на индивидуальные клиники. Но мы все-таки это пытаемся делать, пытаемся это делать, потому что свято верим в том, что если мы создаем все эти новые технологии, то это наша первая и главная ответственность сделать так, чтобы не просто новое поколение, чтобы все население имело возможность и было готово работать с этими технологиями. Поэтому наши программы в разных странах, они абсолютно заточены под то, чтобы эти навыки и этот доступ людям дать. Я с Сашей соглашусь, он начал с того, что сказал, что пена вокруг цифровой трансформации, цифровизация, она постепенно опадает. Это действительно так. Но что, мне кажется, продолжает оставаться на плаву? На плаву продолжает оставаться мнение, что цифровая трансформация – это ясно, это быстро и это не сложно. Если мы послушаем коллег из Ростелекома, из Северстали, вы, по-моему, сказали, что если посмотреть 10 лет назад, да, какой была компания, смотрите, как была в 10 лет, да, посмотрите на Северстали. Это тоже все не очень просто, это не один день, не один год и не пять лет. Я к чему это говорю? Если мы говорим про устойчивое развитие, про социально ориентированные организации, надо иметь в виду, что если мы сегодня, неважно в какой отрасли мы работаем, мы высокотехнологичная компания, мы финансовая корпорация, мы добывающая компания. Если у нас есть опыт вот этой цифровой трансформации, мы через него прошли, нам имеет смысл сейчас в рамках своей корпоративной социальной ответственности начать задумываться, как мы поможем нашим, можем называть их благополучателям, можем называть их партнерами в социальной сфере. Мы должны задумываться, как мы можем помочь и должны, наверное, им помочь в том, чтобы и они проходили эту трансформацию. И здесь, мне кажется, когда мы говорим цифровая трансформация, ключевое слово трансформация, опять сошлись на коллегу из Северстали, смотрите, еще раз, это не про технологии, это про культуру, это про поведение, это про то, что у людей в голове. Если организация, не важно, мы говорим про бизнес или про НКО, или про государство, если она не готова менять внутри себя то, как она работает, и опережающими темпами, как вы абсолютно правильно заметили, обучаться и переобучаться каждые 2-3 года, то, в общем, все наши уже традиционные, наработанные модели, когда мы привыкли в рамках, например, грантовых ленкурсов, оказывать поддержку и муниципальным, и некоммерческим, и социально ориентированным организациям. Наша надежда на то, что мы дадим деньги, и они вот все станут, в принципе, такими цифровыми, успешными и эффективными, мне кажется, они не оправдаются. Наши надежды не оправдаются, если мы отдельно будем работать с девелоперами, работать с ними и ожидать, что они будут создавать какие-то продукты для социальных организаций, для организаций, работающих с людьми. К сожалению, очень часто им не хватает экспертизы именно в этой сфере деятельности. Я буквально в этом зале несколько раз присутствовала на разных хакатонах, когда ребята сидят, прототипируют, и действительно знание контекста, которое помогло бы сделать хороший прототип, это то, что отсутствует. Мне кажется, у нас есть прекрасная возможность у всех, потому что мы подходим к решению этой проблемы с разных точек, с разных углов зрения. Прекрасная возможность объединиться и делать это на пересечении той экспертизы, тех знаний, того опыта, который у нас есть. Когда мы можем одновременно вкладывать в социальный сектор, обучая и обучая, создавая программы для них, тоже обговорю здесь. Коллеги очень много спорят о том, что у нас нет вузовских программ подготовки кадров, получения дачного, мастера, дегрита в социальной сфере. Сто раз соглашусь, что если мы будем фокусировать наши усилия исключительно на этом сегодня, мы очень сильно отстанем. Для того, чтобы вот это социальное равенство было, для того, чтобы у нас социальные работники могли очень быстро адаптироваться, воспринимать и использовать эти технологии, это должно быть не только высшее образование, это должны быть курсы подготовки, переподготовки, которые обновляются, если не ежегодно, то очень-очень часто. Я говорила в прошлом году на таком же закрывающем последнем дне недели устойчивого развития, повторюсь в этом году. Мне кажется, по примеру наших европейских коллег, у нас есть прекрасные возможности, я говорю про бизнес, объединить здесь свои усилия и совместно делать не каждую отдельную школу. При этом я нисколько не умоляю права каждого из нас делать свои отдельные проекты с университетами, со школами и так далее. Но посмотрите, например, на, как мне кажется, один из самых успешных в Европе проектов, который сделал департамент IT города Москвы совместно с департаментом образования. Когда они в свой проект «Школа новых технологий» привлекли огромное количество самых разных вендоров IT-компаний и дали им возможность работать с детьми так, как эти компании считают нужным. Чтобы дети могли прикоснуться руками, головами, поработать с тем, что эти компании производят. Это очень здорово. И в этом плане это, мне кажется, тот изумительный пример этого трехстороннего партнерства, когда есть власть, когда есть образовательные учреждения, когда есть добрый и более интерес компаний, чтобы это все счастье случилось. Если говорить про объем и про результаты за прошедший год, мне кажется, очень здорово, что у нас получилось в этом году первый раз на нашем флагманском форуме, который называется «THINK», сделать отдельную сессию. Сессию, посвященную как раз цифре в социальной сфере. Потому что очень важно, чтобы компании, опять-таки, не важно, они добывающие финансы на государстве и так далее, когда они собираются вместе, чтобы они обсуждали не только свои профильные вещи, но и то, каким образом они трансформируют социальную сферу. Что они ей могут дать, почему это важно. Ну и закончу, наверное, тоже обращаясь к цитате коллеги, что в IT как в спорте надо тренироваться с детства. Я как человек с философским образованием, когда я не слушаю, я начинаю пугаться. Потому что я ни разу не тренировалась. Я знаю, что есть очень много людей, которые думают, что они гуманитарии, или у них не было доступа и так далее. Мне кажется, наша задача здесь еще и в том, чтобы независимо от того, попал ты в детстве на программу Велса найти, например, и была у тебя возможность это все пощупать и заразиться вот этим прекрасным творчеством, чтобы цифровые технологии, они были достаточно понятны, они были достаточно доступны и они были достаточно очевидны для людей, зачем им им пользоваться. И мне кажется, как раз наша с вами роль состоит в том, чтобы иметь возможность донести это на примере того, как нуля. Спасибо. Неделя, да.